Приветствую всех зрителей телеканала «Славянский мир». Мы находимся в гостях у профессионального путешественника, эксперта по мировым цивилизациям и создателя Дома-музея «Славянский Кремль» Виталия Владимировича Сундакова. Виталий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы много путешествуете. Расскажите, где вы были, какие цивилизации изучали? Был я везде. Везде? Весь мир объездили? Не один раз, да. От цивилизаций изучал все. Я ведущий в мире эксперт по колыбельным цивилизациям планеты. Поэтому их перечень займет 200 страниц учебных. Тогда расскажите, что вас больше всего поразило, какие открытия вы сделали? Вы знаете, не поразило, наверное, ничего. Потому что по мере поступления той или иной информации, тех или иных исследователей, мир распахивался, показывая себе, показывая, вернее, такие удивительные, волшебные грани. Вы знаете, пожалуй, больше всего меня удивило полное незнание и отсутствие информации о славянской культуре и традиции. В постсоветские времена, когда я буквально первым об этом говорил со всех трибун, в разных рубриках, газет и журналах, многие крутили пальцем у виска, говоря о том, что ну о чем вы тут вообще рассказываете. Жили в лесу, молились к лесу, пришли добрые люди и научили нас не мычать, а разговаривать. И принесли нам те или иные непещерные культурные или цивилизационные навыки. При этом исследование самых разных культур, традиций и цивилизаций все время указывало на нашу территорию. Вот чем глубже я залазил, тем отчетливее были эти стрелки. И я тоже, имеющий не одно высшее образование, как бы обремененный высшими образованиями, тоже с удивлением воспринимал эту информацию и перепроверял ее тщательно и не единожды. Ну а когда уже обратил свое внимание на нашу территорию, на нашу историю, на нашу традицию, на нашу культуру, то глубина и масштабы этих знаний в самых разных сферах действительно поражали. И продолжают поражать каждый день, приоткрывая все новые и новые страницы этой удивительной парадигмы. Но ведь даже сейчас многие такого мнения, что славянская традиция не такая развитая, какая она есть на самом деле. А обычно вы путешествовали один или компанией? Нет, конечно, не один. Все мои экспедиции научно-исследовательские. У меня иногда до 300 человек специалистов в экспедициях, которые я возглавляю. В том числе вездеходы, корабли, вертолеты и все остальное. Научно-исследовательские лаборатории, анализы. Ну и специалисты, конечно, в зависимости от цели экспедиции. Она комплектуется специалистами, академиками, инструкторами, специалистами в самых разных сферах. В связи с возникновением темы альтернативной истории возникла нужда в специалистах самых разных профессий, самых разных направлений. А не только диванных историков, которые переписывали друг у друга или из тех источников, которые им были предъявлены как первые и основные. Наша культура, наш язык и наша традиция являются протокультурой, протоязыком и прототрадицией всего человечества, как бы это пафосно ни звучало. И сейчас являюсь ведущим преподавателем русской школы русского языка. Простите за тавтологию, я все время объясняю, что русский язык можно и нужно изучать только русским способом, а не немецким. И тогда он станет понятным. Изводные значения, правила русского языка. А у меня еще два филологических вуза, которые мне очень сильно мешали на первом этапе. Потому что я тоже посредством немецкой школы рассматривал все языковые константы. Когда создавались гильдийские языки, протоязыки, французские, итальянские, испанские, немецкие, большей частью создавались они в Санкт-Петербурге, Русским географическим обществом и Российской академией наук. И существует своеобразная машинка, посредством которой создавались эти языки. И вот посредством этой машинки, условно, обратное декодирование отчетливо показывает, что, например, все европейские языки так или иначе были сложены по определенным законам и правилам их создания, связанным с русским языком. О том, что это протоязык, говорят ученые разных стран и разных периодов, в том числе физиологи, в том числе специалисты, вот Бехтерева, например, директор Института мозга, который уже нет в живых, одна из ее последних работ доказывала о том, что русский язык — системный язык мозга человека. Собственно говоря, на русском языке создана и говорит Вселенная. Но это не значит, что был создан русский язык, а затем его посредством была описана вся Вселенная. Скорее всего, это произошло одновременно. То есть это своеобразный язык программирования. И вот у меня двухчасовые уроки, их уже 25, и люди едут особенно на живые практикумы и семинары из Австралии, Новой Зеландии, там со всей Европы. Это, конечно же, из бывших стран СНГ и Советского Союза. География чрезвычайно широкая. И при этом это люди зачастую академически образованные, которые, послушав один, два, три урока, вдруг поняв всю очевидность материала, с которым они знакомятся, захотели знакомиться с ним глубже и дальше, раскрывая подлинные, изводные значения русских слов. А в ваших экспедициях вы находили надписи на русском языке в других странах? Вы знаете, для того, чтобы отвечать на целый ряд вопросов, мне отдельно нужно несколько часов поговорить о том, что такое русский, что такое русский язык, кто такие славяне. Понимаете, одна из нынешних проблем очень серьезных существующих научных школ это отсутствие определенной договоренности по терминологии. Даже мои коллеги-антропологи, этнографы, например, не очень отчетливо и понимают зачастую сами, а уж тем более объясняют другим, чем отличается народность от народа, народ от национальности, национальность от нации, нация от расы, раса от гражданства и так далее. Это абсолютно разные понятия. И за ними стоят абсолютно разные терминологии, и, собственно говоря, и описательные категории совершенно разные. Поэтому, когда мы с вами будем произносить русский или славяне, у меня язык не поворачивается, прежде чем мы не проясним... Давайте проясним тогда. Нет у нас столько с вами времени? Нет. Для этого я отсылаю вас в интернет, где трехчасовые пояснения одного слова. Например, русский. Или, например, славяне. Я уже не говорю о таких понятиях, как родина и отечество, честь и совесть, достоинство и мужество и так далее, которые очень значимы для русской традиции. Традиции именно. Разговор, скорее всего, и у нас с вами будет идти о традиции, а не религии, а не верованиях. Потому что сегодня под словом «вера» подразумевает ста или иная религиозная парадигма, а не очевидные и абсолютные знания об устройстве Вселенной, космоса, человека, природы и их взаимосвязи. Собственно говоря, это и была традицией. И является это традицией. Перейдем еще к вашим путешествиям. Расскажите, были ли у вас какие-то интересные случаи? Может быть, поделитесь со зрителями? Я, например, жил примерно в 90-х племенах. Два племени неизвестных миру я открыл на противоложных концах планеты, живущих первобытно-общинным строем в каменном веке. По пять лет я исследовал каждую религиозную парадигму. Пять лет буддизм, пять лет ислам, пять лет христианство и так далее. От адепта, не знаю, от паломника до бесед с иерархиями мировых религий. Создавая музеи в разных странах, связанными с этими религиозными парадигмами. Например, то же самое с представлениями людей о счастье, о воле, о свободе, о доброте, о совести, о войне. Все то, что, собственно, интересует человечество. Затем все отличия цивилизационные разных периодов. Затем новая хронология или реальная хронология, а не придуманные с Каллигеровской. Затем, например, альтернативные истории, в истоках которой я стоял и продолжаю действовать. Что это такое? Это совершенно другая история. Это совершенно другая география. Это совершенно другие представления, шкала морально-нравственных ценностей, устройства общества и государства и так далее. Которые нам сейчас совершенно незнакомы. Незнакомы. По большей части совершенно незнакомы. И чтобы рассказать серьезно о каком-то периоде или персонажи, или якобы историческом действии или событии, ну, почти невозможно, потому что нужно рассказать вообще, как все было изначально. При этом, значит, вся дискретная тема, да, вся фальсификация невыгодна только одним нам. Потому что всем остальным она выгодна, для этого она и создавалась. И заинтересованы в возвращении реальной истории, реального языка, реальной науки только мы с вами. Потому что еще и... А весь мир косвенно заинтересован, потому что настолько заигрались, что вошли в целый ряд цивилизационных тупиков. И дальше не знают, что делать, потому что, ну, полный распад и расчеловечивание, которое мы начинаем наблюдать, охватило просто всю планету, так называемую цивилизационную. И вот эти основы, изводы, базис сохранился только в русской традиции и в русском языке. И нам придется это вернуть для того, чтобы не только самим вернуться к своим изводам, да, изначалью, осознанности и сознательности, но и предъявить эту модель всему миру, который настолько заколдовался и запутался, что как бы тряхиваться и выбираться оттуда, просто не имеет представления. Да, это точно. Виталий Владимирович, ну, наверное, ваш дом-музей как раз был и создан для этой цели. Вы знаете, ну, не то, чтобы вот прям он специально для этого создавался, но так уже получилось. Значит, в разные периоды, например, пять стран предлагали мне смену гражданства на очень выгодных условиях для того, чтобы возглавить этнографические и исторические направления в их странах. Создать подобную структуру у нас было невозможным в те времена, и, наконец, меня, собственно говоря, уговорили, можно сказать. Уговорили, создав, ну, предложив уникальные возможности. Ну, в частности, могу сказать, последняя из стран была на тот период Мексика. Они мне предложили пять с половиной миллионов долларов подъемные только и 120 гектаров земли в районе Акапулько для создания там мезоамериканского этнографического центра. Потому что, когда я прилетал в Мезоамерику, там писали русский кортес снова у нас, и там была сенсация здесь сенсации, связанные со своеобразными открытиями в цивилизационных периодах, связанных с там Сапотеки, Альмеки, Тальмеки, Майя, Ацтеки, Инки, Лакандоны, Счемулистом и так далее, и так далее. Я пять лет прожил с индейцами и уичолями в Мезоамерике. Это самая магическая культура мира. И стал духовным внуком верховного вождя, получил от них имя. Это единственный иноземец, который был допущен к таинствам этого народа. И так далее. То есть для Мезоамерики это сенсация. И я уже было собрался, не имея возможности осуществить здесь ни один из масштабных проектов международных, которые делал в других странах. А почему не помогало государство? Да как государства уже на тот период особо не было. Профессия была вне закона. Я внес профессию путешественников в кадастр мировых профессий. Я первый профессиональный путешественник в мире. То есть путешественники были, а профессии такой не было. Тогда глава администрации президента Филатов Сергей Александрович спросил, почему. Я говорю, ну вот невозможно здесь ничего реализовать. Он говорит, а что для этого нужно? Я говорю, земля, например, нужна. Где? Я говорю, в Подмосковье. Сколько? Ну, гектара два. Он говорит, подожди, присядь. И прямо из Кремля позвонил тяжелову губернатору Подмосковья. Говорит, знаешь такого? Он говорит, ну я слышал. А что такое? Вот ему нужна земля. И он написал главам всех администраций Подмосковья за право, на чьей земле будет дом-музей-усадьба Сундакова. И они мне все начали предлагать землю. Бывший местный глава администрации Москалев предложил мне вот эту землю. Оказывается, он тоже давно про меня знал и очень хотел, чтобы в его районе, потому что он делал все для того, чтобы Подольский район был лучшим районом Подмосковья. И, собственно, ему это удалось. Вот так вот все начиналось. То есть тогда власть и федеральная, и региональная, и местная была очень заинтересована. Механизмов не было. И мне передавали, в частную собственность передать два гектара было невозможно. Шесть соток и все. И под меня сделали, создали прецедент, создали первую общественную некоммерческую организацию фонд русских экспедиций и путешествий Виталия Сундакова. На него передали эту землю, оформили и так далее. И я начал возводить эту территорию. А с какой целью создавался славянский коллег? Создавался как этнографическая площадка. Во-первых, планов очень много. И части этих планов реализованы в других странах или другими людьми. И как геокультурный полигон, во-первых, да, как центр альтернативной или реальной истории, как центр славянской традиции, где могли бы быть некие, ну, как бы точные стандарты или точные дисциплины, или точные объекты, которые бы раскрывали вот этот цивилизационный период для всего мира. Я частью профессии моей является сбор экспонатов для разных музеев мира. И с этой целью зачастую я осуществляю экспедиции, особенно в зоны военных действий, там гражданских беспорядков, экологических катастроф. И мне удалось собрать с Ближнего Востока очень много экспонатов. Взрывают, например, не знаю, талибы, статую Будды. Я на следующий день туда вылетаю для того, чтобы спасти хотя бы осколки для музеев мира. И так далее. И поэтому Иран, Ирак, Сирия, Ливия и прочие территории, это, конечно же, территория интереса. И вот я через неделю опять улетаю в Сирию, потому что мне есть до этого дело. Потому что исчезают памятники мировой культуры, свидетельствующие о той теме, с которой мы с вами начали, об изначале, которая происходила с этой территорией, об этом культурологическом пласти. Виталий Владимирович, благодаря вам за такую интересную беседу. А зрителям напомню, мы были в гостях в Доме музея Виталия Владимировича Сундакова. Субтитры создавал DimaTorzok